Всем привет! Сегодня расскажу о проблеме, с которой столкнулись. Пользователь из Харькова Фёдоровна обратился ко мне с просьбой, чтобы помочь ему установить Linux Mint на жёсткий диск. Поставили. Затем он захотел поставить второй системой Windows. Начали ставить. Ставилась или винда, или семёрка. Две вместе системы дружить не хотели ни в какую. Компьютер был, ноутбук, самсунг. И сделать абсолютно было ничего нельзя. Или это, или это. В конце концов, даже попробовал Фёдор поставить десятку, и десятка ему начисто снесла весь диск в формате GPT. И вот в ролике вы увидите, когда мы пытались зайти через GPT посмотреть разделы дисков, Выскочила табличка, что имеются следы записей таблицы разделов GPT. Так, мол, это или не так, и хотите там продолжить, ну, по типу этого. То есть, несмотря на то, что после форматирования таблиц разделов на MS-DOS, Сергей это делал, Фёдор это делал, всё равно следы остались. И вот, в конце концов, нашли в интернете, как решать эту проблему. Скачали бебеновский файлик, ввели команду в терминал. И все следы, значит, прежней деятельности GPT из таблиц разделов были убраны. И сразу мы тогда смогли увидеть через GPT, мы смогли увидеть разделы жёсткого диска. Вот обратите на это внимание. Я в кладовочку на MEG в программу Linux вложу папочку. Она будет называться таблицей, лечим таблицей разделов по типу этого. Вот, там найдёте этот бебеновский файлик, затем, значит, ссылочку на этот ресурс. И сам, значит, сохранил эту веб-страничку целиком. Вот, плюс у вас видео по-другой. Ситуация подобная этой, насколько я понимаю, встречается довольно-таки часто, когда вот, поскольку такая табличка, ну, тут наступает, как говорится, полная пространство. Ничего подобного, значит, сделайте так вот в видеоролике и подлечите свою таблицу разделов. Вот такой вот кратенький пролог, значит, я сделал. С Фёдором мы очень долго с этими вещами возились, пока вот не нашли вот такое вот решение. И, собственно говоря, были очень довольны, потому что, ну, времени на это дело потратили, как говорится, изрядно. Так что, у кого какие-то проблемы бывают вот с таблицами разделов, то посмотрите внимательно этот ролик. И заключается он вот в чём. Что если вот ни в какую, значит, не ставится, допустим, вот у вас стоит винда, вы ставите, допустим, мою сборку, а не ставится, ставите официальную сборку, и она не ставится. Вот как их подружить? Значит, при помощи программы G-Party делайте маленький разделчик в формате Extension 2. Ну, лучше он, конечно, будет где-нибудь в первых трёх разделах, если это MS-DOS. Вот таблица разделов. Ну, всё-таки делайте разделчик на 100, на 150 мегабайт, совершенно крошечный, в формате Extension 2. И вот затем, когда вы будете на неё, когда вы будете устанавливать официальный образ Linux Mint, то при установке обязательно, значит, зайдите в этот раздел, отметьте его как загрузочный. И тогда, значит, будет вам, как говорится, счастье. Без загрузочного отдела, вот на 100, на 150 мегабайт, созданного для того, чтобы две системы могли мирно существовать, ну, потеряется много времени, нервов и всего прочего. Поэтому, значит, вот, именно для таких вот целей это видео и было сделано. Кто, значит, испытывал подобные проблемы, тот меня прекрасно поймёт. И на кладовочке у меня, на меге, значит, найдёт необходимые способы лечения. Ну, всё, желаю вам, значит, приятных минут для дальнейшего просмотра. Значит, просто посмотрите и возьмите себе на заметку. Так, ну, давай, во-первых, посмотрим, что у нас видит G-Party. Видишь, да? Угу. Ну, и то же самое. Угу. То есть, видишь, как MS-DOS таблицу, он не видит, вообще пишет, ведь неизвестный формат. А если... Таааа, сааа... Спасибо. Вот есть дебиланчик. Заводи пароль. Заводи пароль. Заводи пароль. Заводи пароль. Проблема жесткого диска, потому что когда ставили десятку, она записалась в таблице разделов GPT, и ты когда форматировал все, но ты, очевидно, некорректно не проверил и не перепроверил таблицу разделов создания. Поэтому, давай. Все-таки она увидела ее. Все-таки запустили программу, она переписала таблицу это самое, и теперь она видна. Раньше, так сказать, винда вообще не была видна. А теперь вот. У тебя же помнишь, было написано? Неизвестно. Сейчас вот, при помощи этого файлика и так далее. Давай, значит, вот этот файлик, кровь из носу надо, значит, будет сохранить вместе с этой командой. А во время загрузки, если на паузу нажать, остановят эти точки? Скорее всего, но я не пробовал. Ну давай, запускай тимку, дашь мне эта самая пароль. Поехали. У себя просто просто. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Ну да, и вот, значит, мы этот файлик нашли, я постараюсь его положить на кладовку, надо будет как-нибудь папочку там обозвать по-хитрому, очистка там, это самое, или приведение в порядок, или починка, значит, таблица разделов, что-нибудь такое. Ну ладно, значит, Настем, значит, я прощаюсь, значит, желаю тебе всяческих там успехов и удачи, вот, как видишь, иногда приходится поплатить, ну, я думаю, что оно того стоило. Спасибо большое, Алексей Валентин. Да, ну теперь с тебя уже, как говорится, там уже не 5-10, а 10-20 человек, чтобы ты поставил уже, в конце концов, ценамончик. Буду стараться. Давай, Ось-то хорошая. Ну да, удачи тебе. Всего доброго, спокойной ночи. Спокойной ночи.